Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Баранова Наталья. Я бизнес-коуч, ментор, в недавнем прошлом финансовый директор крупной международной компании и на сегодняшний день продолжаю заниматься вопросами управления экономикой, управления финансами компании, но уже не инхаус, а как приглашенный консультант или ментор. И сегодня я расскажу вам, где взять деньги на развитие бизнеса. У нас такая очень интересная тема или по-другому, другими словами, источники финансирования бизнеса. И прежде чем мы перейдем, собственно, к инструментам и источникам финансирования, я бы хотела сделать такое замечание, что концепция жизненного цикла компаний, которая, я думаю, что вам хорошо известна, говорит нам о том, что в течение своей жизни компании проходят разные стадии. И очевидно, что на этих разных стадиях своего развития компаниям нужны разные деньги. Разные по масштабам, разные по источникам этих денег, разные по целям использования этих денег. И я бы хотела предварительно ограничить тему нашей сегодняшней лекции не всеми возможными источниками на всех стадиях, источниками финансирования на всех стадиях жизненного цикла, а ограничиться исключительно периодом жизни компании, которая относится к юности или к расцвету. Это тот период времени, когда компания уже прошла этап младенчества, у нее уже сформирован определенный пул клиентов, у нее есть уже относительно устойчивая бизнес-модель и у нее есть достаточно устойчивые финансовые результаты. Они могут быть не обязательно положительными, но они устойчивые, да, и их можно проследить по бухгалтерской отчетности. Вот именно этот этап в жизни компании мы сегодня будем рассматривать с точки зрения источника финансирования. То есть то, что вот на слайде, который вы видите, выделено такой бледно-желтой рамочкой. Итак, какие конкретные инструменты финансирования бизнеса мы сегодня рассмотрим? Вы их видите перечисленными на слайде и они расположены в порядке увеличения стоимости этих источников финансирования. Ровно в таком порядке мы и пойдем. Собственно, начнем мы с источников, которые являются бесплатными. Это меры государственной поддержки бизнеса. Хотя, казалось бы, в Российской Федерации достаточно странно говорить о мерах поддержки бизнеса, но, тем не менее, они есть и достаточно много, как вы увидите потом на следующих слайдах. Но в общем и целом их всех можно классифицировать в два типа. Это субсидии и гранты. Чем они отличаются? Субсидии – это компенсация ваших расходов. То есть вы, как компания, сначала расходы несете, потом собираете по ним определенные документы. Эти документы подаете совместно запросом на субсидию, то есть на компенсацию этих расходов. И если вы соответствуете необходимым требованиям, критериям по этой субсидии, то эти деньги вы получаете как покрытие уже с произведенных расходов. Ситуация с грантом другая. Там вы деньги получаете вперед, до того, как расходы произвели. То есть вы сначала формулируете свой запрос на деньги, собираете необходимую документацию для того, чтобы этот грант получить, направляете эту документацию грантодателю, грант получаете, грантодатель перечисляет вам деньги, и дальше вы эти деньги тратите на те цели, которые предусмотрены по этому гранту. Собираете соответствующую документацию, позволяющую вам отчитаться за потраченный грант, отчитывайтесь. И, в общем, на этом, собственно, вся история с грантом заканчивается. У этих двух мер поддержки бизнеса есть много общего. то, что и субсидия, и грант – это безвозвратная помощь. То есть компания, если получила субсидию грант и использовала их правомерно по целевому назначению, то она не будет эти деньги возвращать, и у нее их не потребуют обратно. Эти займы, извините, субсидии, гранты, они беспроцентные, то есть ничего сверху за это платить не надо будет. Они всегда целевые, даются на определенные цели. Как я уже подчеркнула, они требуют отчетности и подтверждающих документов. Отчетности не только связаны непосредственно с субсидией или непосредственно с грантом, но еще очень часто требуют обычной бухгалтерской отчетности по итогам определенных периодов времени. Важно понимать, что получателями таких мер господдержки могут быть только субъекты бизнеса, это юридические лица, индивидуальные предприниматели. Самозанятые и просто физические лица не могут рассчитывать на такого рода поддержку со стороны государства. По отдельным видам субсидий и грантов, грантодателями и дателями субсидий могут устанавливаться разного рода ограничения для получателя этих субсидий и грантов. Эти ограничения могут быть связаны, например, с размерами бизнеса. Например, только малому бизнесу или только крупному бизнесу. Могут быть связаны с, например, периодом жизни компании. Например, только открывающемуся бизнесу или бизнесу, который уже не менее трех лет жизни имеет и имеет финансовую отчетность не менее трех лет. Или, например, компаниями с определенной численностью сотрудников или компаниями определенных отраслей или компаниями, которые ведут определенный вид деятельности и так далее. Это уже надо смотреть условия конкретной субсидии и конкретного гранта. И очень важный критерий для этих мер господдержки – получатели субсидий грантов не должны иметь задолженности по налогам, но в противном случае будет отказано при подаче документов и на субсидию, и на грант. Привести все примеры субсидий грантов в рамках лекции не представляется возможным, потому что только по моим очень приблизительным подсчетам их около 800 штук. Практически каждое министерство в Российской Федерации имеет ту или иную программу субсидий грантов, поэтому вы можете поизучать эту тему. Я привела вот несколько буквально примеров для малого и среднего бизнеса. величины субсидий грантов варьируются от 100 тысяч рублей до 15 миллионов рублей. Для среднего и крупного бизнеса пределы не ограничены. Самую большую субсидию я видела несколько сот миллионов рублей. Если мы, например, говорим о таких субсидиях, как возмещение процентов по кредитам на инвестпроекты, там это могут быть сотни миллионов рублей. Поэтому для того, чтобы понять, имеет ли ваша компания какие-то планы или шансы на получение субсидий грантов, имеет смысл, во-первых, смотреть сайты отраслевого министерства и сайты, связанные с, например, если ваша компания имеет отношение к малому и среднему бизнесу, смотреть те государственные институты, которые помогают работать малому и среднему бизнесу. И государственные фонды поддержки очень часто так и называются. Фонд государственной поддержки того или иного бизнеса в той или иной отрасли. Собственно, на субсидиях и грантах на меры государственной поддержки бесплатные источники финансирования у нас закончились. Больше бесплатного нет. Все остальные источники, которые мы с вами будем рассматривать, они все стоят денег. То есть за пользование чужими деньгами в той или иной форме придется заплатить ту или иную процентную ставку. И можно дискутировать только о том, этот инструмент финансирования более дорогой, а этот менее дорогой. Но они все платные. Если говорить вообще о том, каким способом компания может привлекать к себе деньги со стороны от каких-то сторонних инвесторов, то таких способов глобально на самом деле два. Это привлечение денег в капитал или привлечение денег в долг. Что такое привлечение денег в капитал? Это значит, что если вы являетесь собственником какого-то бизнеса, и вам необходимо привлечь деньги на развитие бизнеса, и вы готовы поделиться своей собственностью в этом бизнесе, то есть отдать в том или ином виде долю в этом бизнесе, это значит, что вы можете привлечь деньги в капитал компании. Если поделиться собственностью для вас неприемлемо по тем или иным причинам, то нужно рассматривать только привлечение денег в долг. Привлечение денег в долг – это очевидно не только платная история, но и возвратная. Долг нужно будет вернуть сам по себе и нужно будет вернуть сверх этого долга какую-то сумму, соответствующую процентной ставке за пользование чужими деньгами. История с привлечением денег в капитал компании, она не всегда невозвратна. То есть там могут быть инструменты, которые предполагают не только уплату денег за привлечение капитала как такового, но могут и предполагать и частичное возвращение капитала в том числе. Инструменты могут быть очень разные. Но так или иначе, когда вы будете думать о том, каким способом я к себе готов привлечь деньги со стороны, вы должны ответить себе на вопрос – это будет исключительно долг или я готов жертвовать в каком-то виде, жертвы делиться своей собственностью. Начнем мы с небанковского заемного финансирования, как самый, наверное, не скажу, что это самый дешевый способ, скорее он начинается первым не потому, что он дешевый, а просто потому, что он организационно, наверное, более простой и требует в некотором смысле гораздо меньше усилий со стороны самого заемщика, то есть компании, которая хочет привлекать деньги. Как известно, наверное, вам уже взять деньги в долг можно не только у банков. Банков – это очевидная история. Но есть компании, которые, не являясь банками, тем не менее могут организовать привлечение внешнего финансирования. Собственно, вот три варианта я вам написала – краудлендинг, краудинвестинг, краудфандинг. Давайте разберемся с ними. Значит, что такое краудлендинг? Это ситуация, когда есть на рынке частные инвесторы, физические лица с некоторым количеством денег. В краудлендинге обычно речь идет о очень небольших начальных суммах инвестиций, там минимальный чек 100 тысяч рублей. И есть люди, которые организуют бизнес, электронную площадку, которая связывает, собственно, людей, имеющих деньги, которые готовы они вкладывать как инвестиции в сторонние бизнесы, и, соответственно, заемщики компаний, которым такое привлечение денег может быть интересным. Организуется это посредством организованной электронной площадки. Частный инвестор вкладывает деньги в сторонний бизнес. Обеспечением является договор поручительства собственника этого бизнеса перед инвестором. Ставка по такому привлечению денег для заемщика достаточно высокая. Она в два-три раза выше банковской ставки. Именно потому, что частный инвестор фактически несет на себе риски невозврата этих денег от заемщика, потому что не может так же квалифицированно, как это делает банк, проверить платежеспособность заемщика. Краудинвестинг – это история, очень похожая на краудлендинг. На самом деле это тоже площадка, которая соединяет физических лиц, имеющих деньги и желающих вкладывать в чужие бизнесы. Но сумма инвестиций гораздо выше, чем в краудинвестинге. Там минимальный чек начинается от 1 миллиона рублей. И обеспечением является уже не просто договор поручительства, а договор залога доли акций, которые реализуются, если возникает какой-то дефолт по задолженностям. Очень часто в краудинвестинге предполагается прямая конвертация долга в капитал. То есть если заемщик не возвращает деньги, то этот долг сразу конвертируется в долю в капиталь в определенный момент, например, или при определенных условиях. История с краудфандингом на самом деле немножко другая. И в первых двух случаях инвестор, вкладывая деньги в чужой бизнес, всегда получает прибыль в виде процентной ставки. Ну, предполагаем, что дефолта нет. И всегда получает инвестор деньги в виде процентной ставки за пользование своими деньгами и в последующем обратно получает возврат займа назад к себе. Ситуация с краудфандингом, она другая. Это система финансирования проекта, когда инвестор, то есть человек, который вкладывает деньги, не предполагает получить процентную ставку по своим деньгам. И по большому счету даже не предполагает получить деньги обратно. Он предполагает получить готовый продукт, как в виде некой товарно-материальной ценности или услуги, которая будет результатом финансирования этого проекта. Например, очень часто так издаются книжки каких-то там людей. Люди собирают деньги. Фаунд – это толпа. Крауд – толпа, фаунд – деньги. Деньги толпы собираются на то, чтобы, например, выпустить диск музыкальный или книгу. И тогда фаундер, то есть человек, который дает деньги, в таких проектах рассчитывает не деньги назад получить, а ту самую книжку, которая издается, или там тот самый диск, который издается, или какую-то услугу, которую начинает производить человек, который собирает деньги на такой проект. Это, в общем-то, не очень правильно квалифицировать именно как заемное финансирование компаний. Но поскольку слова очень похожи и очень часто их путают, используют некорректно, я бы считала правильным здесь привести историю с краудфандингом в том числе. Факторинг. Очень популярная, очень широко используемый инструмент финансирования бизнеса. Фактически это беззалоговое кредитование. Давайте на схему посмотрим. У нас есть поставщик, который поставляет клиенту товар. Чаще всего он поставляет с некой отсрочкой платежа. И клиент должен заплатить за товар, но не сейчас, а через некоторое время. Но поставщику по ряду причин и условий деньги нужны быстрее. И тогда поставщик может фактически под уступку требования к должнику фактически продать эту дебюторскую задолженность факторинговой компании. Фактор. Получить от фактора, соответственно, деньги быстрее, чем заплатил бы клиент. А в последующем фактор получит возмещение этих денег уже от самого клиента. Обычно фактор готов поставщику покрыть от 70 до 90 процентов долго этого клиента. От этого клиента. Факторы берутся за подобного рода сделки только на коротких условиях. То есть у клиента срок платежа должен наступить до истечения 90 дней. Это краткосрочное финансирование. Очень часто такие услуги у факторинговых компаний совмещаются с услугами по управлению дебюторской задолженности. Когда поставщик не только продает фактору дебюторку как таковую, но и поручают ему еще самому взыскивать с клиента эту дебюторскую задолженность. Тогда, конечно, эта услуга будет стоить еще дороже. В любом случае факторинг стоит дороже, чем обычный банковский кредит. Если бы поставщик вместо того, чтобы идти к фактору, пошел бы в банк и попросил банковский кредит, и за счет кредита обеспечивал свою платежеспособность, банковский кредит ему бы стоил дешевле, чем факторинг. Но жизнь как раз так устроена, что факторинг является инструментом следующим после банковского кредитования. Обычно банковское кредитное плечо обычно бывает выбрано уже у поставщика, и тогда они могут обратиться к факторам. Ну и есть еще одно такое обстоятельство. Не всякая дебюторская задолженность факторабельна. То есть не все, что должны вам ваши клиенты и факторинговая компания возьмет на подобного рода факторинговое обслуживание. Факторинговая компания – это тоже бизнес, у них тоже есть определенные требования и критерии к своей прибыльности, эффективности. И поэтому они достаточно избирательно подходят к тому, чтобы брать дебюторку на факторинг. Есть еще такая история, как обратный факторинг или реверсивный факторинг, он же закупочный факторинг. Тоже один из видов финансирования под долг, под уступку права требований. Только в данном случае речь идет о том, что договор с фактором, с факторинговой компанией заключает не поставщик, а покупатель. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда, например, поставщик нам не отгружает без предоплаты какое-то сырье, необходимое нам для нашего производства, а у нас денег на предоплату нет. Что тогда делать? Тогда можно пойти к факторинговой компании, видите, циферка один, заключить договор с факторинговой компанией о том, что фактор переведет деньги поставщику в качестве нашей предоплаты, потом поставщик нам поставит товар, а в последующем, когда я как клиент этот товар уже реализую или переработаю сырье и выпущу свою готовую продукцию, реализую, у меня появятся деньги, я смогу их вернуть факторинговой компании, естественно, уплатив определенную процентную ставку. По такой схеме факторинговые компании тоже работают, никогда 100% потребности они, конечно, не покрывают, но вот от 50% до 90% суммы предоплаты они могут обеспечить. Эта схема обходится должнику, то есть клиенту, который пришел к фактору, дороже и самого кредита, и дороже даже прямого факторинга. То есть это там третий уровень задолженности. Мы сначала в банк сходили, выбрали банковское плечо, потом в обычный факторинг сходили, а обратный факторинг – это уже такая последняя линия обороны. Лизинг – достаточно известная, очень популярная история с финансированием развития бизнеса. Это тоже форма получения кредита. Она используется для приобретения внеоборотных активов, то есть такого имущества, которое будет долго использоваться в компании больше одного года. Автомобили, оборудование, производственные линии в цеха и так далее. Лизинг всегда подразумевает, что это долгосрочное кредитование, в отличие, например, от факторинга. Лизинг – это всегда беззалоговое кредитование, ну или залогом является, собственно, сам объект лизинга. Он может быть с выкупом или без. Удобство лизинга как инструмента в том, что заявки на финансирование по лизингу рассматриваются лизинговыми компаниями гораздо быстрее, чем банки рассматривают историю с кредитами. Но ставка по лизингу обычно выше ставки банковского кредитования процентов на 30, на 40. Франчайзинг. Хотя франчайзинг фактически не является инструментом, по которому в компанию привлекаются деньги живые как таковые, тем не менее это является очень хорошим инструментом финансирования развития бизнеса. То есть физически деньги как инвестиционные от франчайзи к франчайзору не поступают, но тем не менее инструмент позволяет бизнес развивать за счет инвестиций третьих лиц. В общих чертах что происходит? Бизнес-единица создается и принадлежит франчайзи, то есть какому-то инвестору, который имеет интерес в том, чтобы присоединиться к вашему бизнесу, но не юридически в него влиться, а воспользоваться вашей бизнес-моделью и зарабатывать на этом прибыль. Условия работы, бизнес-модель, бренд и еще много чего задается франчайзором. Франчайзор говорит, да, окей, я дам тебе возможность сделать бизнес-модель, как у меня, под моим брендом, но вот ты должен соблюдать определенные правила. Франчайзи вкладывает свои деньги фактически в создание своей собственной компании, но работающей как часть бизнес, работающей как бизнес-юнит, часть бизнес-модели большой компании франчайзора. Интерес франчайзора в том, что увеличивается стоимость его компании, большой компании, и увеличивается стоимость бренда за счет того, что расширяется сеть, растет выручка, растет прибыль по его операционной деятельности. То есть эта история интересна обеим сторонам по общему правилу и тоже позволяет расширять бизнес. Хорошо известное банковское кредитование. Я долго на нем останавливаться не буду. Если вы там не первый день занимаетесь бизнесом, то вы знаете, что получить в банке кредит эта история долгая, не быстрая, особенно если вы это делаете первый раз. Если вы это делаете первый раз, то это будет дорого стоить. То есть с первого захода вам никогда банк не даст самую низкую процентную ставку, которую он мог дать, например, своему давнему клиенту. Без гарантии что это значит? Это значит, что если вы заходите в банк с запросом на кредит, никто не даст гарантии, что вам кредит этот дадут. Более того, могут быть ситуации, что вы прошли предварительный комитет, вы прошли предварительное, значит, подали все документы и прошли предварительное изучение всех документов и вам вроде как даже дали индикативное предложение, как это у банкеров называется. То есть предварительный расчет, что вы бы могли рассчитывать вот на такой кредит, вот с такой процентной ставкой, вот на таких условиях. Но если вы, воспользуясь этим индикативным предложением, начнете собирать оставшийся пакет документов и выходить на кредитный комитет, нет гарантии, что кредитный комитет вам кредитный договор таки согласует. Гарантии нет, но оно того стоит. И несмотря на то, что это дорого, дорого и без гарантии, заниматься своей кредитной историей банковской, это того стоит. Потому что, как вы видите, хорошая длительная кредитная история существенно повышает стоимость компании. Ну, а если говорить о том, какие бывают виды банковских кредитов, ну, вот самую такую поверхностную классификацию я вам привела. Они могут быть целевыми, нецелевыми, с залогом, без залогов, короткие, длинные, возобновляемые, невозобновляемые. Вариантов банковских кредитов может быть очень много. И всегда нужно исходить из того, какие задачи вы, как компания, как заемщик собираетесь решать с помощью этих денег. Ну, то есть, это очень индивидуально в каждом случае. И банки тоже подходят всегда очень целевой, индивидуально к рассмотрению каждого заемщика и истории каждого заемщика. Мезонинное кредитование. Это кредитование компании под залог акций долей или какого-то крупного актива. Фактически, мезонинный кредит – это сочетание банковского кредита и входа в капитал компании. Это сочетание двух видов финансирования. И финансирование в капитал, и финансирование в долг. В некоторых случаях инвестор, который финансирует под залог долей, приобретает корпоративные права, то есть, например, право голоса на общих собраниях акционера, даже до того, как получает право собственности на акцию. Очень часто такое происходит тогда, когда сумма, которую он дал в кредит компании, очень велика, или, например, инвестпроект, под которым дал кредит, очень значимый, и инвестор хочет быть убежденным в том, что эти деньги будут направлены целевым образом, использованы. И тогда он требует определенные корпоративные права для того, чтобы держать под контролем вот эту большую сумму инвестиций. Очень часто, если речь идет о приобретении какого-то крупного актива, как направление использования вот этого мезонинного кредита, очень часто мезонинный кредит выступает в комбинации, в сочетании с банковским кредитом и инвестициями основных собственников. Например, если компания собралась там приобрести какой-то крупный актив, не знаю, построить завод, то это может быть сделано таким образом, что часть денег вносят в этот проект первичные собственники бизнеса, часть денег компания берет в долг у банка, а часть денег привлекается от стороннего инвестора, третьего инвестора, но собственники дают в качестве обеспечения долю в этом бизнесе или акции в этом бизнесе в качестве обеспечительных мер. И практически всегда именно вот эта вот часть, которая идет под залог акций или долей, она не превышает 50% потребности в инвестициях на проект. И очень часто мезонинное кредитование является как раз предварительным этапом при продаже компании или крупной доли в компании. То есть это способ, благодаря которому будущий собственник, вкладывая деньги в развитие компании сейчас, может реально сам убедиться в том, как работает бизнес-модель, куда вкладываются деньги и минимизирует свои риски таким образом, чтобы иметь возможность все-таки выхода, если его ожидания не будут удовлетворены должным образом. А если они удовлетворяются должным образом, то есть так, как он этого ожидает, то в последующем мезонинный кредит трансформируется, собственно, в куплю-продажу доли в капитале или акции. И, собственно, вот мы подошли к самопоследней, наверное, форме, к самопоследнему инструменту привлечения денег в компанию, это, собственно, продажа доли. Кто покупает доли в существующих бизнесах? Доли покупают или финансовые инвесторы, или стратегические инвесторы. И компанией самой, и владельцам, первичным владельцам этой компании необходимо понимать, что предполагая продать свою долю или часть доли либо тому, либо другому, вы получите разные последствия. Не только с точки зрения объема денег как таковых и этих денег куда конкретно, в компанию или собственнику, но и последствия в виде того, что потом будет происходить с компанией, с собственником и с взаимодействием между компанией и новым составом собственником. Так вот, финансовый инвестор, привлекая, покупая долю в какой-либо компании, он ставит перед собой цель заработать прибыль и выйти из компании. Его интересует бизнес-модель как некая конструкция, приносящая потенциальную прибыль. Купить подешевле, продать подороже. в расчете на то, что за вот этот период времени, пока он будет владельцем доли, компания наберет стоимость, увеличит свою стоимость в 3-5 раз и в последующем он может продать свою долю, этот финансовый инвестор, гораздо дороже. То есть финансовый инвестор еще раз заходит в компанию, зная, что он выйдет. Он не будет нам все время. И финансовый инвестор обычно привлекает в компанию долю от 5 до 30%. Очень редко выше. Как он будет потом участвовать в корпоративном управлении, зависит, конечно, от того, какого размера доля приобретается. Чем больше доля, тем больше прав в корпоративном управлении. Но всегда, если это финансовый инвестор крупный, то компанию все равно ждут изменения, но они будут касаться скорее принятия стратегических решений и изменений в отчетности. То есть этот инвестор будет желать видеть, что происходит в компании, он будет это желать видеть через отчетность. А операционные процессы обычно финансовым инвесторам не трогаются, не задеваются. Он в это дело не вмешивается. Его задача может быть убежденным, что его инвестиции принесут ему прибыль, он это видит через цифры и управляет этим через цифры. История со стратегическим инвестором, она другая. Стратегический инвестор приобретает другие компании с другой целью. Он, конечно, тоже будет зарабатывать прибыль и хочет зарабатывать прибыль, но его основная задача – это развитие своего бизнеса через сделку слияния и поглощения МНТ. Он развивает прежде всего свой бизнес и свою бизнес-модель, покупая вашу компанию. Это значит, что он, покупая вашу компанию, заведомо не предполагает ее потом продать. То есть, если все пойдет хорошо, то последующая продажа не предполагается. И обычно стратегический инвестор приобретает долю как минимум контрольную, на очень часто выше, чем 51 и плюс процентов. Для чего? Для того, чтобы получить максимальный контроль над компанией. И он максимально участвует в управлении компанией. Что это значит для компаний? Для компаний, которые привлекают деньги, это значит, что возможно потребуется полная перестройка бизнеса по требованию процесса стратегии. Это обязательно надо учитывать. Что еще важно? Продажа доли всегда проводится с предварительным дюдильдженсом. Это процедура, которая позволяет будущему инвестору полностью изучить всю предыдущую жизнь потенциального объекта инвестиций, то есть ту компанию, которая хочет получить деньги. оценивается и продается в этой сделке не настоящая компания, не настоящее время, не настоящий ее статус, а будущее. И чем более красивое будущее у этой компании, тем лучше она продастся. Может быть предусмотрен как раз обратный луку. Помните, я в начале лекции говорила о том, что даже когда инвестор заходит в капитал компании, это не всегда может означать безвозвратного финансирования. Вот история как раз продажей доли может подразумевать обратный выкуп в случае, если ситуация пошла по сценарию, который для вновь вошедшего инвестора оказался неблагоприятной и она оказалась неблагоприятной например, не по объективным обстоятельствам, а по например, по тому, что было скрыто или не раскрыто при приобретении и только войдя в бизнес инвестор увидел что-то для себя неприемлемое, непригодное и это позволяет ему отказаться от этой сделки и сделать обратный выкуп. Заявить обратный выкуп. продажа доли на самом деле это сделка между старым собственником и новым собственником. Когда старый владелец говорит я хочу продать все или часть, а новый говорит я хочу купить все или часть. Вроде как о каком привлечении финансирования внутри компании идет речь. Но очень часто такие сделки сопровождаются как раз блоком договоренности, когда новый инвестор не только платит деньги за долю как таковую старому инвестору выкупает объект, но и обеспечивает определенный объем финансирования в саму компанию. Иногда это может быть под процентную ставку в виде какого-то долга дополнительного, иногда это может быть беспроцентное вливание денег в компанию. Это уже особенности каждой конкретной отдельной сделки. Мы сейчас эти варианты конечно не будем обсуждать. Ну вот наверное об источниках финансирования, которые может использовать компания на этапе своего развития юности или раннего такого роста. Я закончу. Напомню, что я Наталья Баранова, бизнес коуч, ментор, эксперт в управлении корпоративными финансовыми рисками. На экране вы видите мой номер телефона и email. Буду рада ответить на ваши вопросы, если они у вас возникнут. До свидания. .